Я думаю, что наличие экологической программы, социально-экологической ответственности у какой-то компании, это очень индивидуальный момент, все зависит от того, что это за компания. Я уверена, что есть кейсы, когда это маркетинговый ход, потому что на это есть спрос сейчас, особенно в крупных городах нашей страны. Но, честно говоря, поддержки государства в этой области я пока не заметила, поэтому это точно делается не из расчета на поддержку государства, это делается на лояльность потребителя и клиента. И уже другой момент, делается ли это чистосердечно или это просто создается видимость. Но я считаю, что мое мнение таково, что в любом случае экологическая ответственность, она вообще идет в мете социальной, поэтому можно называть ее социально-экологическая ответственность. Это фундамент любого бизнеса. На мой взгляд, нельзя строить бизнес и брать блага и ресурсы от планеты и от сообщества, не давая ему ничего взамен. Поэтому социально-экологическая ответственность любого бизнеса – это как раз то самое отдавание чего-то взамен. Иногда приходится пожертвовать частью прибыли, например, чтобы твоя упаковка была перерабатываемая или она была меньше, чем она есть сейчас. Компании иногда нужно осознанно принять решение, что мы сейчас потратим больше денег, потому что мы ответственные. И если это происходит, то даже если это происходит, потому что компания хочет лояльности клиентов, то прекрасно. То есть мы не про одноразовые посуды на самом деле говорим и не про пакеты, а вот систему ценностей, систему координат, в которой мы живем. То есть это вот та самая парадигма, которая существует сейчас. Периодически она меняется, но если она у нас поменяется, это как раз будет очень здорово. Текущая наша парадигма такова, что мой комфорт превыше всего. Я хочу, чтобы мне было удобно. Я хочу маленькую сумочку, я не хочу с собой ничего носить. Почему я должен с собой приносить сумку в магазин? Нас приучили к тому, что мы короли. И наше желание, наш любой каприз, вот я хочу кофе сейчас на бегу, и вот пожалуйста, чтобы он еще и не проливался. И именно поэтому индустрия всего мира, она работает на износ круглыми сутками, днем и ночью, чтобы произвести все те мелочи, произвести их, упаковать, доставить через всю планету, чтобы потребителю в любой точке этой планеты было потом удобно. И дальше гори все синим пламенем, потому что потребителю должно быть удобно. Это опять же отсутствие долгосрочного мышления. Мы не понимаем, что мы сами себе делаем хуже. То есть если я хочу поехать после такой удобной жизни и работы, я хочу отдохнуть где-нибудь на океане, я приезжаю, а там все, там плавают какие-то кондиционеры, бутылки, мои же вилки, мои же тарелки. Мне же будет неприятно. Я же не получу вот самый отпуск, я же буду есть ту самую рыбу, которая это ест. То есть на самом деле, так как у нас планета, она это удивительный организм, она действительно живая, и в ней все взаимосвязано, все процессы в ней взаимосвязаны. Мы часть ее, и мы взаимосвязаны абсолютно настолько же со всем окружающим. Просто мы этого не чувствуем, мы отделяем себя. Есть человек и есть природа, мы даже называем это окружающая среда. Она нас окружает, мы не часть ее. И отсюда исходит как раз то разделение психологическое, из которого все наши экологические проблемы проистекают. Потому что если ты чувствуешь себя частью этого живого организма, ты никогда не позволишь себе относиться к нему так, как относимся к нему мы. Ты возьмешь эту кружку с собой, ты купишь себе свою бутылку, ты будешь носить эту несчастную эко-сумку и не будешь ее забывать. Просто потому что это дань уважения тому большому и красивейшему миру, часть которого ты. Если начать чувствовать это так, то так называемые антиэкологические шаги, они будут уже невозможны. А люди настолько привыкли к комфорту, что их уже не отучишь от этого. Мы уже подсажены на него. И если, например, 10 человек поймут, что действительно мы куда-то не туда идем, то 100 тысяч человек им все равно. А мы, наш локомотив, скажем так, это именно те 100 тысяч человек, потому что ради них все это производится. И поэтому, если не запретить это производить, я как-то, мне случилось быть в Европарламенте. Меня позвали рассказать про мой проект как раз по переработке морского пластика. И там были комиссары, там был человек, который снимал BBC «Голубую планету», там были, кто там только не был. И у меня был последний, мой последний спич был. И все говорили достаточно радостные такие спичи, что все хорошо, у нас есть молодые инноваторы, они сейчас нам придумают столько проектов, переработают весь наш пластик в океане. Все будет хорошо. И меня просто охватило отчаяние, потому что нас ведет корабль, который не отвечает за свои действия. Нас ведет корабль, который мечтает уже сойти, наконец, с него и отдать ответственность кому-то, кто придумает что-то. Ну, придумайте, пожалуйста, но мы не хотим ничего делать. То есть, казалось бы, уж где-где в Европейском Союзе политики могли бы запретить что-то законодательное, но это сложно. Хотя там что-то запрещается, какие-то одноразовые вещи типа трубочек нам запрещаются, но крупномасштабные действия, они тоже им страшно предпринимать. И поэтому они надеются, что появится вот кто-то, кто все это переработает. А это не системное решение, оно не работает.